Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос про то, что автор родилась в семье, где присутствовало насилие, абьюз и, соответственно, отец автора тиранил и тиранил её мать, вот, мать, значит, терпит такое отношение, но вот автор вопроса нет. И она пишет, что, значит, я не жертва, самое ужасное, что она его слушает, вот, я уехал и даже с ней перестал общаться, потому что меня достало это, но обида есть, потому что у меня никогда не было родительской поддержки. Несмотря на всё, я выросла достойным человеком, но всё равно правило есть. Что могло бы мне помочь это забыть? Наверняка нужно помогать таким детям, как я, в будущем. Ну, интересно, что, да, действительно, травма есть, и да, действительно, вам нужно помогать, только не забыть травму, вот. А скорее её прожить, потому что, собственно, травмированность – это избегание определённого переживания, вот. Поэтому забывать никак ничего не надо, а вот прожить, помочь вам прожить, да, и найти в себе ресурс, заметить в себе ресурс в контексте реагирования на этот фактор, вот. Очень важно, потому что, собственно говоря, механизм травмы, он заключается в том, что человек не реагирует на, ну, то, что происходит, да, или реагирует, но довольно деструктивно, скажем так. Понятно, что есть ещё нюансы, например, то, что порой человеку бывает сложно принять реальность такой, какая она есть, и он борется с тем, чтобы эту реальность изменить. Вот. Вот. Ваша обида на родителей. Вот. Это. С одной стороны, то, что сказал мой коллега, да, что непринятие, желание поменять. С другой стороны, здесь момент такой, что вам нужна поддержка. Вам нужна поддержка родительская, как мне кажется, потому что вы, ну, может быть, не прямо всё делаете, но какую-то часть, мне кажется, часть большую, вы делаете на протест. То есть, ну, то есть это вот звучит примерно так, да, что я не буду, как вы говорите вы, я не буду такой, как они. Я не буду, эээ, ну, поступать так, как они. Я не буду действовать так, как они. И отсюда требования к себе достаточно, достаточно, знаете, серьёзные требования к себе у вас. И, естественно, в этом ключе вам нужна поддержка. Но вы несколько не замечаете того, например, факта, что поддержка вам нужна только в контексте своих требований. Которые вы к себе вот сами предъявляет. Если от этих требований отказаться или если их немножечко, ну, сделать более реалистичными, да, то и поддержка уже, в принципе, будет не нужна. Не нужна. А вы, как мне кажется, из-за отсутствия этой поддержки чувствуете себя, ну, можно сказать, что он не полноценный. Типа, вот, у других есть, да. Ну, родители, ну, есть. У других людей есть, вот, как раз, ну, близкие люди. А у меня нет. Как бы. Вот, вот вы транслируете примерно такую идею, как мне кажется. Вот. И, соответственно, вам тяжело. Вы перестали общаться с мамой. Почему? Мне, мне лично кажется, что вы перестали общаться с ней, потому что, ну, она на вас определенным образом влияет. То есть, вы не смогли расставить с ней личные границы. Вот. Когда не получается личные границы расставить, то проще уйти из общения. Так оно всегда работает, ну, по крайней мере, так думают люди, что вот так оно всегда работает. Хотя на самом деле нет, на самом деле так работает далеко не всегда и вообще это будет довольно деструктивным. Вот. Дальше. Как бы, вы действительно можете не общаться, но здесь есть важный момент, что мотив, по которому вы не общаетесь с мамой, например, необходимо осознавать. Ну, я вот не считаю такой, знаете, жёсткой дефиницией, да, то, что вот, если ваш папа вот к маме относится, ну, относится вот так, как вы описываете, да, то ваше отношение, оно, в принципе, похоже на него сразу. Вот. Я так не считаю. По крайней мере, эм, как бы, такой жёсткой корреляции между этим я бы не проводил. Хотя, конечно, это напрашивается на мысль такую, такую, вот, но я бы всё же не проводил бы такой корреляции. Мне кажется, что это нужно выяснить, да, нужно сначала вот с вами поработать, да, нужно сначала как-то вот постараться понять вас, вот. Нужно сначала, ну, поисследовать вашу личность, вот, и может быть, в принципе, найти, ну, в том числе какие-то, какие-то вот другие проявления, какие-то другие мотивы. Вот, поэтому, эм, вы можете не общаться с мамой, если не хотите, но вопрос немножечко в другом. Делает ли вас это, эм, собственно говоря, эм, счастливее? Вот какая штука. Потому что, эм, есть большая вероятность, что он не делает. Следующий момент, эм, вот вы говорите о том, что, эм, эм, самое ужасное, что мы его слушаем. Ну, это, это, на самом деле, эм, спорное решение, эм, с позиции вашей мамы. Это правда. Решение спорное. Но, почему вы, эм, думаете, эм, почему, точнее, вы допускаете, эм, что вы можете его оспаривать? В том смысле, что ваша мама взрослый человек и сама решает, как ей быть, как влияет на вас ее выбор. Ведь вы говорите, что это самое ужасное. Ну, и, эм, попробовать проследить за чувством своей обиды, так скажем. Да, просто вот, проследить за ним. И посмотреть, а, эм, что там есть еще, помимо обиды. Или к чему обида восходит, например. Было бы весьма неплохо. Потому что, эм, то ли вы на родителей перекладываете ответственность за то, что хотите вы сами. А родители, в принципе, они как-то вот давали, да и дают вам то, что могут, то, что могли. И вполне вероятен и другой вариант, где ваша обида восходит к ощущению неполноценности своей. Ощущение, по-моему. Вы неполноценны из-за того, как родители, ну, вот, себя ведут. Как они себя ведут с вами и так далее. И вот эта вот неполноценность, да, она мотивирует вас на то, чтобы обидаться, на то, чтобы, эм, ну, пытаться учить маму, да. Не общаться с ней и так далее. Быть может, именно это и составляет вашу травму. А может быть что-то другое. Сейчас это неизвестно. Но, так или иначе, да, работать нужно и самым лучшим способом для вас. Как раз таки было бы обращение к любому психологу, которого вы можете выбрать на нашем сайте, например. И начать, собственно, психотерапию, да. Начать психотерапию, начать вот такую. Работу над собой начать, вот, и двигаться, собственно говоря, по своей жизни дальше. Чего, на мой взгляд, сейчас вы не делаете. И пытаясь больше, я бы сказал, ну как бы жить, вот, жизнью своих родителей. Даже несмотря на то, что, ну даже несмотря на то, что вы отошли от них уже. Поэтому решать этот вопрос, конечно, вам. Вам решать, как действовать в этих ситуациях. Только вам решать. Но на мой взгляд, проблематика вот. Примерно, примерно такая, на мой взгляд. Вот. Я бы вам порекомендовал бы не, ну не дотягивать как бы, вот, с обращением, да, к психологу, потому что в дальнейшем ситуация, так скажем, может усугубиться еще, ну как бы, еще больше. Вот. И вам будет тяжелее, вам будет болезненнее становиться. Вот. Потому что... Довольно много сил это будет отнимать у вас. Безусловно, я верю. Верю в то, что вы выросли достойным человеком. Но немного смущает то, что вот немного смущает то, что вы, ну, вот в какой-то степени, да, позиционируете себя как ребенка. Вот. То есть, ну, ну, по сути, вот вы... Ну, говорите о себе, что вы ребенок. Вот. По сути, вы говорите о том, что... Таким детям, как я. И я бы сказал, что... Возможно... В глубине души... А вы ребенок еще. К... Ну, к сожалению. К... К сожалению. К... Вот. И если это... Если это так... То... То... Конечно... Эээ... На мой взгляд, это нужно... К... К... Ну, корректи... Корректировать. Вот. Чтобы... Все-таки... Как-то вот к себе относиться... Ну, более взрослой, что ли. Вот. Более... Ну, более... 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 Позрослой. Вот. Чем... Эээ... Сейчас. Потому что... Эээ... Ребенок, он ведь... Беспомощный. По большому счету. А вы уже, вы уже в этом смысле, в этом смысле взрослые, и важно, чтобы вы, как бы, использовали свою взрослость, вот. Важно, чтобы вы использовали вот свои силы, которые у вас есть сейчас. Понимаете, какая штука. То есть, очень важно, чтобы вы это делали. И в этом, в этом вам может помочь, собственно, психолог. Ну вот. В работе. Что такое? В работе. Над собой. В работе именно, вот, над решением такого рода проблем. Поэтому вы большая молодец, что обратились за помощью. Вы большая молодец, что заговорили об этом. Это правда. Вы большая молодец. Но теперь вам нужно сделать в этом смысле еще шаг. Теперь в сторону выбора специалистов, теперь в сторону выбора психолога и начало работы над собой. Да, какое-то время это займет. Сразу эффекта вы, что называется, скорее всего не получите. Прямо сразу. Вот. Но я думаю, что повышение качества жизни, ну, вашего, вашей жизни, в принципе, как мне представляется, вполне. Мне вполне, вполне того стоит. Вот. Хотя, хотя, конечно, в этом смысле решать, ну, вот, только вам. Никому больше. И я могу, наверное, только надеяться, что решение вы примете верно и мы сможем вам помочь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь, обращайтесь за помощью.